16 декабря 1941 года в ходе Калининской наступательной операции был освобожден наш родной город. Столица Верхневолга стала первым областным центром, избавленным от немецко-фашистских захватчиков. Эту дату традиционно отмечают все жители и ветераны. О том, как прошли памятные мероприятия в 78-ю годовщину освобождения, рассказывает наш корреспондент Мария Шалаванова. Общая продолжительность оккупации города составила 62 дня. За это время погибло более 2500 человек из числа гражданского населения, а город был основательно разрушен. Уничтожено более 7 тысяч зданий, 56% жилого фонда, 50 школ, педагогический институт, драмтеатр, филармония, областной крыльевический музей. Все больницы, поликлиники, бани и прачечные. Выведено из строя все энергетическое хозяйство города, водопровод и канализация. Взорванный мост через Волгу и Тьмаку. Через 78 лет после тех страшных событий у Стеллы город воинской славы собрались не только ветераны, принимавшие участие в освобождении родного Калинина, но и нынешние защитники Родины, военнослужащие и курсанты, а также первые лица Твери и области. Сегодня мы отмечаем 78-ю годовщину со дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. После возложения цветов к Стелле участники церемонии почтили минутой молчания память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Немного позднее состояла встреча главы региона Игоря Рудени с ветеранами. Они поделились воспоминаниями о пережитых военных годах, а губернатор отметил, что каждый житель города безмерно благодарен им за то, что они сделали для нас в далеком 41-м. Калинин стал первым районным центром, который был освобожден от немцев. Сейчас, когда это творишь, наверное, в этом кругу, это просто слова для кого-то, люди, которые не знают. Для кого-то это история, для нас, я думаю, я, мои коллеги, это слова, которые пропитывают чувство воскресения родственников, близких людей. Я думаю, для многих людей, а для вас это целая жизнь, которые слышали сводки, которые участвовали. Кто-то здесь, на Калининском фронте, кто-то воевал на других фронтах. Но сегодня, когда мы сидим рядом с вами, мы даже себе представить не можем, какой огромный подвиг вы совершили. Вторая часть торжественной церемонии проходила у обелиска Победы. Со вступительным словом к собравшимся обратилась ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов 29-й и 31-й армии Антонина Филипповна Гордеева. Она отметила, что настоящее и будущее поколение обязаны не допустить повторения тех страшных военных событий. Я думаю, что в такой ситуации мы больше не допустим, чтобы кто-то командовал нашим городом. Фашисты два месяца здесь хозяйничали и все испортили, все сожгли, много людей побили. Так что мы теперь должны беречь свою малую родину. Беречь свою родину должно подрастающее поколение. Для того, чтобы сохранять память и прививать любовь к своему отечеству молодежи, необходимо не только проводить военно-патриотические уроки, встречи и акции, но и вводить тематику Великой Отечественной войны в массовую культуру. Например, увеличивать количество школьных поездок на места сражений и к памятникам, а также создавать новые фильмы, книги и передачи о воспоминаниях того времени. Сегодня очень много делается для увековечения памяти наших героев. Создается на нашей земле мемориал, посвященный советскому солдату. Выходят фильмы, которые воспроизводят в дни того времени, того периода. Как сказал наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что никому не позволено переписывать историю нашей страны и историю Великой Отечественной войны. Я хотел бы еще раз поблагодарить наших ветеранов за то, что они сделали для нас, за мирное небо над нашей землей, за то, что мы живем в свободной и сильной стране. Пожелать вам всем крепкого здоровья, уважаемые наши ветераны. Большая нагрузка на сохранение памяти ложится на ребят, которые только идут по пути офицерского становления. Но даже не застав военного времени, они понимают и знают, что было тогда все страшные годы. Огромной ценой человеческих жизней и подвигом русских отважных солдат 16 декабря в 41-м мы все же вернули Калинин назад. В конце мероприятия участники торжественной церемонии возложили цветы к подножию обелиска, а войска Тверского гарнизона прошли торжественным маршем. Встреча с Российской Федерацией.